Всем здравствуйте! С вами снова Александр. Я хочу сегодня вам рассказать о новинке от компании Kiwi. Это детское кресло категории 0.1.2. Это достаточно универсальная группа, которая идет с рождения до 6 лет. Иногда с 7 лет. Все зависит от ребенка, насколько он быстро растет. Это, повторюсь, компания Kiwi. Это итальянский бренд. Модель называется SF012QFIX. Это кресло с изофиксом. Так что сегодня я вам покажу, как оно вставится, что оно из себя представляет, как оно сделано. Так что давайте с вами будем его изучать. Собственно, вот оно перед вами. Давайте вначале поговорим немножко о дизайне. Вот лично мне дизайн этого кресла очень понравился. Вообще Kiwi мне всегда казались таким, знаете, догоняющим брендом. Догоняющим брендом немецких брендов. Но в последнее время они реально начали очень-очень активно обновляться. Что-то делать, придумывать, какие-то технологии внедрять в безопасности. Поэтому очень даже неплохие кресла сейчас они делают. По поводу дизайна. Не знаю, посмотрите. Разве не симпатичное кресло? Немецкие бренды далеко не все так симпатично выглядят. Здесь очень интересные всегда комбинации цветов используются. Например, здесь, конкретно в этой модели, снизу, под попкой, используется черный материал сетчатый. Летом потеть не будет. Также есть комбинация с эко-кожей. Не знаю, по-моему, очень добротно и симпатично все это выглядит. Ну да ладно, по поводу дизайна. Давайте будем его с вами изучать, что оно из себя представляет. Вначале я вам покажу, как им пользоваться для ребенка маленького, для новорожденного. Нам для этого нужно опустить подголовник вниз. Кресло, кстати, с изофиксом, я уже сказал. Но на изофикс оно устанавливается только, когда вы будете использовать его с 9 месяцев. Для чуть-чуть подросшего ребенка. Потому что крепится оно для новорожденного только ремнем. Сейчас покажу, как это выглядит. Нужно кресло развернуть, соответственно. Маленький ребенок у нас сидеть не может. Мы разворачиваем кресло. Потом берем ремень. Берем ремень. Одну часть ремня мы просовываем здесь спереди. Под ребенком. Здесь можно эту обивочку всю снять, подвинуть. И ребенок не будет касаться никак ремня. Поэтому здесь проблемы никакой нет. После чего застегиваем, естественно. Застегиваем к автомобилю. Потом верхнюю часть ремня берем. Допускаем сверху. Вот, вот вы уже видите ремень, куда зашел. Здесь специальный направляющий есть. Вот такой гибкий, который можно отогнуть. Все, собственно, вот так это все выглядит. Единственное, в конце, когда вы установите, очень рекомендую со всех сторон ремень подтянуть, чтобы конструкция стояла монолитно и никуда не дергалась. Это что касается новорожденного ребенка. С рождения до 9 месяцев мы едем против хода движения. Без вариантов. Потом, когда ребенок подрастает, мы берем, вытаскиваем ремень. И разворачиваем его по ходу движения. И у нас появляется возможность установить это кресло на изофикс. Изофикс здесь у нас, соответственно, с задней стороны. Чтобы его выдвинуть, здесь есть специальный рычажок. Нажимаем, и изофикс у нас выскакивает. Кстати, вы это кресло можете пристегнуть не только на изофикс. Мало ли, вы куда-то там переставляете это кресло в машину, где нет изофикса. Абсолютно не проблема. Это кресло можно установить еще и на ремень безопасности. Здесь вот специально есть направляющие. Просовываем внутрь ремень. Вот здесь он влазит. Натягиваем и фиксируем. Это можно сделать даже параллельно с изофиксом. Если вам так спокойнее будет, все вместе здесь это можно использовать. Поэтому, когда пристегнули, проверяем, чтобы все держалось на месте. Сбоку, вот здесь, на изофиксе самом, появится зеленый индикатор, говорящий о том, что кресло стало хорошо. Правильно имеется в виду. Так, что дальше? Дальше у нас появляется возможность наклонять кресло. Сейчас я вам скажу. Здесь, по-моему, четыре... Нет, три режима. Вот, это у нас получается максимально возможный наклон. Единственное, чтобы не путали, здесь можно его и, в принципе, и дальше наклонить. Но так делать не рекомендуется, потому что это положение для движения против хода. Поэтому третьим положением пользуемся и не более того. Вот. Давайте посмотрим на внутренности. Внутренности здесь, что мы видим? Здесь, получается, у нас есть вкладыш для маленького ребенка, новорожденного. В принципе, и девятимесячному, если вы как раз попадаете на лето, вполне себе нормально будет с этим вкладышем. Он мягкий, приятный, поэтому проблем нет. Вот такой, видно, натуральный материал, что-то хлопок, что ли. Ну, добротная ткань используется. Вынимаем, соответственно, когда уже не нужен. И у нас получается достаточно вместительное сидение. И так как мы уже едем по ходу движения, мы пристегиваем ребенка, соответственно, взрослым пятиточечным ремнем. Здесь, кстати, на обратной стороне ремня интересная технология используется. Используется материал, который предотвращает скольжение. То бишь при лобовом ударе, да неважно в каком ударе, этот материал не дает ребенку скользить под ремнем и травмироваться. Это очень круто придуманное. Кстати, не только у киви это используется, но и в других немецких брендах есть такая же технология. Молодцы, что используют. Вот, как я говорил, кстати, посередине сетчатый материал летом потеть особо не будет. Ребенок, здесь, кстати, вентилируемый корпус. И это способствует тому, чтобы не потел ребенок. Так, что мы видим? Подголовник растет. Это кресло до 25 килограмм, до 6 лет. Поэтому подголовник растет здесь высоко. Это очень здорово. Вот, когда ребенок растет до 18 килограмм, и это будет приблизительно метр роста, ребенок перестанет помещаться в эти ремни. Поэтому ремни демонтируются, и ребенок уже крепится взрослым ремнем. Здесь для этого, вот видите, специально есть направляющие. Вот они. Вот. Верхняя часть пропускается здесь, нижняя пропускается здесь. Ну, как вот вы, взрослый человек, себя пристегиваете. То же самое происходит. Вот, соответственно, демонтировали. И до 25 килограмм, лет до 6, уже пока ребенок физически в него помещается, ездите. Поэтому, вот эта группа вообще, которая совмещает в себе первую и вторую группу, мне кажется, самой такой удачной, потому что, когда вы покупаете отдельно первую группу, у вас получается, что переход на вторую при росте 100 сантиметров. А у вас ребенок там 95, например, я не знаю. Может быть, чуть меньше, но крупный. И уже не помещается в первую. И вот вы не попадаете в этот стык групп, когда ребенок до одной еще не дорос, а в другой уже ему тесно. Это очень часто бывает, особенно зимой, когда в верхней одежде так вот много родителей жалуются на это. Поэтому здесь вы решаетесь этой проблемы, спокойно доехали, переехали, проездили, выросли в промежуток. И потом покупаете группу 2-3 уже для совсем большого ребенка и горя не знаете. По материалам, что касается материалов, я уже сказал, здесь все очень круто, хорошие ткани, приятные, тактильно не раздражают абсолютно. Дизайн тоже очень хороший. Что касается безопасности, здесь тоже пройдены обязательные краш-тесты, естественно, имеется европейский сертификат. Поэтому этому креслу можно смело доверять ребенка. Вот. И могу смело рекомендовать обратить на него внимание при выборе подобной группы кресел. Мне кажется, очень добротный вариант. Имеет место быть, скажем так, право быть неплохое кресло. Вот. В принципе, свое мнение я вам уже тоже сказал. Поэтому смотрите, выбирайте. И если это видео вам было полезно, интересно и как-то вам помогло немножко расширить свой выбор среди кресел, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин Мир Автокресел за то, что предоставили детское автокресло Kiwi SF012QFIX на обзор. Собственно, это все. Спасибо вам. До свидания.